Здравствуйте, вас приветствует команда 3 топора. Мы представляем свой проект Система Скоринга. Сразу для тех, кто не знает, Скоринг это система скоринга, система оценки платежеспособности и вероятности дефолта потенциального клиента банка. То есть это применяется во всех банках, в технических и национальных структурах мира. Разделяется на Application, оценка платежеспособности Fraud, оценка вероятности мошенничества Behavioral, это оценка будущей платежеспособности, и Collection это оценка вероятности, невозврата. Стандартный Скоринг Российский Банк происходит при помощи единой системы идентификации авторизации, кредитной истории клиента и других специфиций для каждого банка проверок. Все они преобразуются как раз на 4 категории и выдаются по каждому оценку. Наш проект решает проблему скудности набора данных и неполного представления банка-клиента. За счет анализа социальных сетей можем узнать, например, есть ли у вас автомобиль, соответственно, банк сможет вам предложить автострахование. Также это концепция Банк 3.0, то есть когда не вы идете к банку, а банк идет к вам. И, соответственно, модернизация банка, что позволяет решить третью проблему высокий экономический зарат на проверку. То есть для микрофинансовых организаций, например, платить 15 рублей за получение кредитной истории по каждому потенциальному клиенту это дорого. Для банка не так. Также наши инновации нашего метода это использование данных социальных сетей в качестве основного источника информации о потенциальном клиенте. Это для физических лиц. Анализ Аппликейшн, Fraud Behavioral, Скоринг, и анализ интересов и увлечений. Также анализ психотипа и уменьшение себестоимости. Наши конкуренты это Service Score, они на рынке 2013 года, Social Hub, на рынке 2011 года. Не слишком популярные конторы. Сейчас я расскажу почему. Наши преимущества на низком клиенте это анализ изменений. То есть вы проносили профиль полгода назад и сегодня. И вы можете сравнить, насколько у вас совпал бихерал анализ. Соответственно, насколько отличаются данные. Также это обработка режима реального времени. То есть мы не храним эти данные в отличие от конкурентов. Они заранее распарсивают тысячи профилей в ВКонтакте. То есть и вытаскивают эти данные уже из базы. Мы по вашему запросу сканируем в профиль, выдаем оценку. И также мы анализируем закрытые данные. Не только открытые. Мы анализируем, получается, запись с вашей стены, понравившиеся вам записи. Также группы и партии, в которых вы состоите. Наш проект, то есть Стас Прототип, техническое состояние это рабочая высокопроизводительная система выгрузки данных, система интеллектуальной обработки данных. Сейчас она в стадии тестирована находится. Поддержка социальных сетей ВКонтакте, в планах поддержки Facebook, Twitter, Instagram. Парс уже поддерживает эти социальные сети, просто мы не оттестировали на них гипотезы. Идром к распространению .NET Core с поддержкой баз данных по GSCL и Microsoft GSCL. Для того, чтобы можно было интегрировать почти любую инфраструктуру любого банка или финансовой организации. Вопрос, который очень волнует экспертов, использование Windows Azure. Для нас это тестовое окружение, то есть здесь мы тестируем на различных размерах и количестве виртуальных машин, и также с размерами баз данных выбираемся, для того, чтобы понять, насколько оптимизировать можно систему. Также у нас в планах виртуальная машина для обучения нейронных сетей, а именно ISM-TK. Методики анализа данных, которые мы применяем, это алгоритм анализа динамических высоких коэффициентов с промежуточным перерасчатом. Основный алгоритм, скажем так, это что-то подобное нейросети, просто вы нейросеть сначала натренировали, потом вы ее используете, и дальше, если вы хотите ее переобучить, это нужно именно переобучить. У нас же это как некое ядро нейросети, только которое можно в процессе работы дополнительно подтренировать, скажем так. То есть у нас в течение некого промежутка перерасчитываются весовые коэффициенты, то есть на основании просканированных данных. Также это алгоритм анализа на предиктивной модели, то есть это для анализа психотипа, то есть по заранее известной модели мы анализируем и выдаем оценку. Разработки это алгоритм тематического анализа контекста, чтобы не только метаматематической статистики анализировать, но еще и понимать суть того, что написано. И в будущем это алгоритм анализ изображений, изображения тоже могут много сказать о вас. Наша гордость это высокопроизводительный многопоточный парсер данных, то есть вот можете увидеть информацию, как быстро расправлять свои задачи для 500 записей. Также это высокопроизводительный iQueryable провайдер для мини-RM Dapper, то есть мы наместали собственно и линк адаптер для более удобной работы. Все это мы предполагаем задокументировать и выложить в GitHub для использования всеми-всеми. Ну и сразу пример работы. В данном случае было сконфигурируемо системы под выдачу Application Sporing результата. То есть вот я загнал собственную страницу, она у меня открыта для парсинга. За 2050 миллисекунд данные были получены, то есть соответственно вычитаны коэффициенты и выданы результаты. То есть у него для рейтинга 222 сразу по текущей рейтинговой системе, то есть от минус 400 до минус 100, то есть это отказ в выдаче, от 100 до минус 100 до минус 50 это детальная проверка, но скорее всего отказ от минус 50 до 50 это тоже детальная проверка, минус 50 до 150 это уже небольшая проверка, от 150 до 400 это разрешить. наши команды это три человека, то есть один это фронтэмплик мобайл разработчик, мой коллега джуниор серверный разработчик, я серверный разработчик, то есть вы можете увидеть стэк, фотографии снизу мы находимся левее в центре три человека, наше план на будущее это совершенствование алгоритма скоринга, повышение производительства, подключение дополнительных точек информации, то есть подобие Facebook, Twitter, Instagram, монетизация наших проектов, то есть это доступ к копеи и коробочные решения. В чем мы лучше, то есть у нас есть многолетний опыт работы, также опыт ведения собственного технологического бизнеса, и ключевая это партнерство с банком из 125 банков Российской Федерации по версии Forbes. Мы располагаем в ресурсе Торстан, здесь находится главный офис Акбарсбанка, это банк, который очень заинтересован как раз в технологическом анализе с помощью социальных сетей, и мы в ближайшие месяцы будем производить с ними интеград. Мы уже проанализировали, мы ведем как раз переговоры, и в принципе они как раз выставляют на нем жестокий контроль. В принципе это все, что мы хотели вам рассказать, большое спасибо за внимание.